Темпларка. Темпларка на кэрри, да? Против кента. Да, да. Или в мид, то есть тут непонятно. Ну, против Азора хочется ли? Оп, сейчас на лейси можно ФБ сделать, стан от Микки, ну и просто на кенте сразу же ФБ отдает. Там финансово, перспективного и так далее. Потому что для меня удивительно, когда такие игроки умудряются поменять состав, вот просто, просто так, да, без каких-то причин. А Зай? Все, вопросов нет, вопросов нет. Все понятно. Зай сам сказал, что он хотел обновить обстановку. Тремя командами у нас могут быть за одно место. Ника Бэйби снизу погибает. Видимо, Копьё славил стрелу и отправился в таверну. Пытается с Томанен выйти в размен. Как же он хочет в команду? Пусть и во второй див, но возьмите меня, я буду трайхардить невероятно. А зачем ему? У Брейм неплохие шансы на попадание в первый див. А, в принципе, да. Поэтому ему не обязательно. Сезон назад действительно это актуально было бы. И Бокси на ней показывал прям сверхыгру. Не отпускает на сцену. Не добежал до Рошпита. Сюприм через ультимативную, кстати, Климк. Конечно, саппорту не выжить в такой ситуации. Блин, этот Бэйн уже надоел. Он просто в каждой игре. В каждой игре появляется Бэйн. Причем его берут в первой стадии, ну и все. И потом у тебя сверх... Оп! Стрела. Красиво очень. Сыграно от Бокси. Не зря я его похвалил на этой Миране. Ну и, собственно, темпларке он проиграл. Сейчас Арамиса убьют. Вообще, без вариантов. Смотри, сейчас будет, возможно, Найтмер и Стрела. И могут убить Лейлиса. У него Стампида нет. Так, Лейлис. Должны добивать его тут? Должны. Отскомпился, конечно. Но помимо Матумба Мэна и Инсейни еще в боксе был, который... Какой же провал, конечно, по всем линиям у Альянса. Но в целом, да, это уже не новость для этого состава. Микки решил развернуться. Понимая, что от Разора не уйдет. И Микки отправляется в таверну. Инсейни прилетел. Очень поздновато прилетел Инсейни. Скорее всего, в комплект туда отправится вместе с Микки. И можно будет еще эту вышку подэпить. Так, Разора словили. Есть Копье. Пригвоздил Зай. Феноменальная геометрия от Зая. Да, да. И Никобэйби, собственно, шестой левел Инсейни я получил. А что, он с Эбит Разора бежал? Я не знаю, он бежал, если честно. Как решение, да. Логику и правда трудно найти в этом. По-хорошему, ты в этот момент летишь в топ и пытаешься разменяться. Нажимается Стампид просто на выживание. Каждый. На комбо он там не играл. Могут Матумбу убить. Лики подступает сюда Матумба. Ну, не может Жука с себя снять. Матумба. Последняя пичка долетает. Аторамиса. Разор много урона внес. Ну, урон на этом заканчивается. Стамонент подключается. Забирают Гримстроука. Ну, и перед этим потеряли Бэйна. И Лидию, что очень важно. В этот момент, правда, Зайс носит вышку Питич. Сам, скорее всего, умрет. Хотя у него есть армлет. Но под урной тяжело им сыграть. А ну, Зайс играл. В это время Леллиса убили. Как думаешь, выживет? Зайс всегда выживает. Понял. Вот у Бэйна появляется Финсгрип. Под это дело, может, даже не пожалеют и Вивера заберут? Нет, тут у Зайс столько урона, что не надо. Лишний раз тратить Финсгрип. Важный и нужный. Через него Ника можно забрать или Разора. Знают, Ликвид, что здесь вард стоит. Инсения должен понимать. Потому что там только что девардили его варды, собственно. И сняли. И Арамиса могут убить. Опять точное копье от Заяс. Зай, конечно, круто над Марсией играет. Конкретно на этой карте. А и в целом тяжело, да, вспомнить какого-то героя. Вот она, Ариэна. Ой, Зай, конечно, кривенько ее поставил. Сьюприм в итоге успел присосаться к Заю. Но и вот Финсгрип, который не тратил Инсения. В Инвизе при этом был он. Но Сьюприма демэджа не хватило. И никто не поддерживал Инсения в его начинаниях. Бокси попытается еще Сьюприма забрать. Но это очень трудно сделать. Ника Бэби. Рядом с ним есть его коллектив. Много урона, конечно, вносят по Ника Бэби. Но не забываем, там две жизни. Всегда контранициировать. Можно Ариэна ставится. Ника Бэби первую жизнь в арене уже отдает. Микки в это время полыхает. Ника Бэби сейчас будет под стан попадать. Его должны успевать забирать. Бокси неподалеку. Ника Бэби еще и под урной. Кстати, Миранин разбивает голову. Смог ее убить, но Зай не отпускает уже в Рейс Кинга. Размен одного саппорта на двух коров. Вивер и стрелу словил, и копье погиб. У Марса БКБ уже есть, но нет арены. К нему Розор присосался, пытается убить Зая. Но не получается это сделать. Это при том, что у Розора была свежая БКБшка. А у Зая арена еще остается. И можно будет ее поставить. Матумба бегает. Отрывает куски БКБ, не БКБ. Вот так плевать. Ингсвелл срабатывает на Ника Бэби. Инсения очень малых ФП старается убежать. И под вардом Лелис его нашел. Ника Бэби зарабатывает 285 монет. Ого! В коем-то веке. И правда получается у Рейс Кинга какие-то деньги из файтов вынести. Стрелликвит под Инвизом. Сейчас они попытаются быстро из Ника Бэби выбить первую жизнь. Ника Бэби все еще живой. Только сейчас его убивают. Арена кастована и не пускают сюда никого. Ника Бэби успевает на блинке выскочить. Нападение на Микки. У Микки еще есть Юл. Темпларка под ДД. А. Я думаю, куда герои пропадают. Трипл килл. Вот, собственно. Без Бэйна смогли справиться со всеми. Ждет команда. Хотя у него уже подтянулся. Реально, у него Алибарда, Юл, Худ, Эссенс Ринг. Как его вообще убить? Зай прыгает в лицо. Дает щит. И подставляет им щитом. Конечно, он умрет. Я не знаю, зачем Инсения кастовал ульт. А с другой стороны... На всякий случай. Да, Керри убиваете. Окей. С Аганим Шардом. Вы понимаете, что подойти, подефать. И стрела. А посмотри, как подтайминг. Боже, как же круто они комбинят. Ничего, конечно, в этом, да, сверх гениального нет. Но просто приятно наблюдать, что получается таймить все это. Зай очень классно на Марсе играет. Ну, вот падает. Глиф, собственно, нажали они в этой ситуации. Либо досягаемости выше. Либо энчантед Квиро тоже. Как вариант. Лао. Получает птичку из Мелда. Есть Аггису. Темплар Ассасин. Поднимают пока Микки себя в воздух. Матумба. Разворачивается. Избивает. Суприма. Толкает себя вперед. Забирает. Разора. Лелис убегает под фонтан. Ника Бэйби. Его вроде Ингсвеллом мажут и говорят, иди в бой. А как тут идти драться? Ну, вот как ты против этого дерешься? Ты первые 30 минут не мог драться. Тут во вторые полчаса с таким отставанием файт проводить. Лелис отправляется в таверну. Ника Бэйби. Пока что отправляется просто в реинкарнацию. Но это вопрос двух секунд. Ника Бэйби тут даже в таверну без байбека. Джи-джи. Альянс проигрывает лидеру групповой стадии. Да, ожидаемо. Да, в принципе, все логично. Да, в одну калитку. Да, безидейно. Да, удручающее зрелище. Прямо скажем. Ну, как бы. Никто на другое не рассчитывал. Нет, не было причин. Это похожая ситуация. Айджи Астер. Взяли кунку. Которому не особо-то ни SD, ни инвокер не бафают. Они опять в темп захотят какой-то поиграть. Просто быстро с ним. Выкачивает Мидас первой шмоткой. Дальше там уже по ситуации. Вот он и Зай на андерлорде. Нормально. Растоптали. Зая на старте. 100 бонен. Просто интересно, на андерлорде ты это во что будешь преобразовывать? Возможно, это будет оверлорд. Вот такой через крипа. На андерлорде через крипа. Пушащий. Значит, его могут второй раз убить. У него еще 7 сиков есть. Он их нажимает. И может в размен на грима выйти. Зай. Бирает. Он не попал импейлом странным. Так, тут Арамис может погибнуть. Четвертый стак. Ну и должен умирать. Рубик здесь в размен на инсейнию. 17 на 3 против 12 на 5. Лелис побежал на инсейнию. Шадоу демона без дезрабшена. Шадоу демона похоже заберут. Много стаков на Арамисе. Но Арамис выживает. На таком лохе Пейзай тоже умирает под вышкой. Третья смерть. Пожалуйста, можно я вернусь в ЕГЭ? По поводу того, что за Underlord это сильный лейнер. И потом слабо камбэк. Я сейчас почувствовал твою боль. Я просто видел, как ты зрела. В тебе эта фраза. А я ее как будто никогда не закончил. Уже было ощущение. Я все ждал, ждал. 17 предложений сверху. А ты такой... А ты все нагнетаешь и нагнетаешь. Я все пытаюсь вставить в свои 5 копеек. А ты никак не замолчишь. Не помню, кто может. Престилбек вообще. Тяжело назвать лейткором. В общем-то, он очень играл жадно через этот экзорд. Не играли они в темп и сильно отставали. Суприм пришел на драку. Получил плюху от Матумба Мэна. Бедненький рассыпался. Лелис, чарж аж через 6 секунд. Конечно же. Спиритбрекера здесь и похоронят. Заберет артефакты. Мне кажется, Атос требует ранних таймингов. В целом, да. А здесь действительно какая-то аурность. Пайп, Кримзон и Грифсы. Все, ты 3 артефакта собрал. Грифсов уже не будет, потому что у него фейзы. Соответственно... Значит, остается 2. Знаешь, что мне нравится? Мне нравится Лоту с первой шмоткой. Вот на Андерлорде просто Лоту с первой шмоткой купить. Так, убьют Лелиса. Возможно, Никобэйби подцепят торнадо. Точно, и Никобэйби здесь один. Ну и он просто никуда не уходит. Знаешь, есть ощущение, что конкретно в этот момент карта у нас подошла к концу. Одна из последних сил его дофармливает. Тайминги уже не те. Зай убивает. Вернее, умирает от рук Лелиса. Армейс под Санстрайк. Ой, это древняя комбинация, как сама Дота. И Лелиса убьют. Никс Ассасин, просто под Санстрайк, который инициирует. Вообще не нажал. Не знаю, а снизу Матумба в соло остался. Непонятно зачем, вышка была уже снесена. Причем им же он остался пофармить. Подкоп в упор, и пак не уворачивается. У вас есть Санстрайк. Кабэйби, все, как бы опять балансирует. Имвокер уже заходит в 100 манена. Набрасывает на того колд снэп. И этого достаточно. Просто бежать, бить с руки под колд снэпом саппорта. Этого достаточно Микки. Зай там чуть не умер от своего же Фаершторма. Так, Лелис, как же тяжело играть на баре против ШД. ШД и Кунка, который тебя за подтяжки цепляет. Ну что, можно Сильвер сейчас как можно быстрее купить. Как же много Фаершторм дамажит. На Тумба. Не хочет сорвать Койл, но... Разорвал и погиб. Ничего, бывает. Букси под Фаерштормом тоже склеился. Ника Бэйби прыгает под вышку. Фантомом Брейс висит на инсейне. Сайланс от Суприма не успевает ничего сделать. Шаду Демона отправляется третьим героем в таверну. Ваши фраги чем-то заканчивались. Очень нагло играет пак. Все, видимо, подврыв Баратрума. Слушай, ну реально минус 4 просто. На ровном месте. Пак, МПЛ точно и должен. Суприм здесь погибать. Тем не менее, они камбэкнули 2-3 тысячи. Буквально за этот игровой момент. Он просто в инвизи на тебя набегает. И у тебя вижена на него нет. Матумба очень больно с Незерстрайкой. Урон проходит. Нинсейне его спрятал. Матумба еще может сыграть в Армлет. И в целом не выживает. Умирает от Суприма. Правда и Суприм, скорее всего, с собой пожертвует. Во благо команды. Это размен единицы на двойку и тройку. Возможно, еще кто-то умрет. Микки останавливает Ника Бэйби. У него вообще нет БКБ. Поэтому стоит просто в Питов Малисе. Но, тем не менее, Микки забрали. Арамис сделал этот фраг. Как Ника Бэйби из этих рутов уйти? Уинсейне спрятал. В Дизрапшн. Пока жив. Ника еще и Бокси при этом убивает. Судя по всему, Фантомка просто уйдет. Из тимфайта. Еще и на Зая напрыгивает Ника. Зая тоже убили. Это минус 4. Атальянс может еще и за ШД там преследование продолжить. Потому что он здесь один остался. Нинсейне. Да, прыгает Ника Бэйби за ним. До конца. Это минус 5. Тимвайп от Альянс. Обалдеть. Что творят эти молодые люди? Ника Бэйби. Остается у него буквально 50 здоровья. Его стайтбрингера Матумба похоронил. Не успели вовремя Альянс отойти из этой схватки. Слишком так спустя рукава играет Матумба. Собирается Альянс подефать и один вышку. Подняли Матумбу. Феликенезис. Пока его сейвит тиммейт. Рамис быстро погиб. У Ника Бэйби, если что, есть Блэк Кинг Бар. Поэтому он бы по-хорошему хотел в драку войти. Поубивать кого-то. Пока размен. Еще и Судоу Демона добрали Альянс. Точно в их пользу. Но заканчивается БКБ у всех. Кроме Ника, собственно. Пытается Зай просто выиграть лишнее время на Юле. И улететь на ультимейте на базу. Но у Ника хватает урона. И эта фантомка прям очень радует. С мироком. Да, да, да. Лон Друида, Бруду. Вот этих всех персонажей. Я закончу потом мысль. Главное Матумба. Чтобы выжил. Матумба успевает отойти. Он везде отпрыгивает. Но Ника Бэйби уже сидит на спине у Кунки. Кунка еще и под Дримкойлом. Сюприм не отпускает его. Да простите Матумба Мэна. Нет. Забирают его. Забирают мидера. Все начинается с убийства двух коров. Уже какой файт подряд. Ликвид сейчас так дров наломали. Еще минус 4. Надо будет его нажимать. Ника Бэйби идет вперед. Ну очень больно. Ника Бэйби подкопали. Сейчас маны лишат. И ХП могут лишить. Выбивать. А у него есть БКБ? У него должен быть БКБ. Да. Слабо я верю. Ника Бэйби нажимает на КБ. Прыгает. Выдает фану в Найвс. Ой, Питов Малис на развороте. Рубик дает. По всем. И отступает Ника Бэйби. Правда за него грязную работу выполняет Пак. Но Пак погибает. Вообще можно чейзить. Нет Аегиса и нет БКБ у Фантомки. Можно будет попытаться подраться. Вот Байбэк от Андерлорда пошел. Все. Сейчас Алл-Ин драка от Ликвид. Если не сейчас камбэк, то потом будет тяжело. После всех этих байбэков. ПА все еще без Сатаника играет. Поэтому немного осторожнее, мне кажется, надо Ника Бэйби. А его обмазывают. Он прыгает на трех героев. Срезает Микки-Микки под просветкой. Вот Сайлансом Фантомка, но она уже свои кнопки нажала. Ждет еще одну удачную ситуацию, чтобы ворваться Ника Бэйби. Уходит пока к команде. Инвокеров вынуждают нажать байбэк. Не рассчитал таймер чуть-чуть. Да, не допрыгнул. Можно Грима попытаться быстро убить. Ой, как же Ника Бэйби хорошо сыграл. Фантомка в это время в спину врывается. Успевает Матумба отойти на блинке. Микки. Много урона впитывает Ники Бэйби. КГ? Да, вышли. Ликвид с базы. Это было неверным решением, как по итогу мы видим. И еще и Зая поймали под Т4 Тавером. Пак будет идти дальше. Матумба, ну хотя бы один ударчик нанести с Рапирой. Вот он. Ура. Ну реально ГГ. Ну блин. Слишком как-то знаешь, вот нагло сыграли и легко. Ликвид. Антимаг. Ну он увидел 4 интовика у противника. Говорит, антимаг нормально. Блин, он может не успеть, мне кажется, просто по времени. У Зая опять какие-то такие сложности есть на линии, конечно, но пока не умирает. Но все равно тяжело к репам подходить. Сейчас там они могут убить. Убивают ФБ для бокса. Чуть-то обратная ситуация у Зая. Уже линия полегче, можно Ника Бэйби убить. И его убивают. Мне кажется, нет. Мне кажется, правда, на линии надо Ника Бэйби постараться не повторять подобных ошибок. Пока перспективы, правда, очень туманные у этого тега. Вылет во второй диф и, правда, нет же уверенности. Забирает луну. Потом участвовать в розыгрыше крутых призов. Микки проиграл приз. Микки отправляется в тавелу. Это причем даже без лосо его убили в миде. Просто под печеньку попал Батрайдер. Настакал. И убили единственную надежду после линии. Ценния на легкой погибает. Что-то ликви-то расклеились. Расклеились они после второй игры. Не знаю. Как думаешь, что вот с ними происходит? Правда, Марса забрали. Микки вернулся после выхода из таверны. Смотря на то, что умирал на первом левеле, для него прошла великолепно. Бокси им очень мало маны. У Бокси Бокси взрывается. Лопает водника Бэйби в одну кнопочку. О! Вот он, шаршутер. Как на жейке, что все? Да. Блинк не успел нажать. Я не совсем понял, зачем он нажал контр-спел. Ну, как-то так. Наполение на Лелиса. Бабуля никак не поможет. Слишком много героев вокруг. Ну, просто два мобильных спирита. Если одну цель находят, цель обречена. В большинстве случаев Суприм забирает руну ускорения. Поэтому Зай никак вообще от него не убежал бы. Ну, тут банально хватает эмэса Суприму с травелами. Все, травела готовы. Так, там где-то умер, я так понимаю, в соло или что? Или за ремнант. Умирает антимаг, который фармил свою тройку почему-то. С арены ставится. Заберут Матуба Мэна и Инсения. Тоже очень мало хп у него. Суприм летит дальше. Врывается Микки сюда. Дабл килл для Микки. Это уже после того, как антимага он подрезал. Ну, он просто слово в слово в дело превратил. Вот то, что ты говорил. Просто с появлением Оркида убивает антимага. И не отпускают. Отсюда Суприма. Стоит и стоит, подумаешь. Ликвид под своим вардом. Собираются подраться. И, собственно, им это удается. Убивают очень богатого батрайдера. И убьют Арамиса. Дабл килл для Микки. Слушай, Сноуболит прям как машина. Решил БКБ собирать. Такой олдовый билд. Ой, минус блинг. Ничего не успевает сделать. Конечно, здесь контрспелл мог бы жизнь немного спасти. Ну, как немного. Просто спасти. Хотя, не факт. Ты потратил блинг. Даже если бы ты контрспелл нажал и Микки в себя дал, Сайвенс. Тебя Матумба располовинил бы. Минус антимаг на 40 с лишним секунд. Ну, какой Бейн. Тор переключается на героя, которого Бейн поймал. Минус Суприм. И бабка туда же в дополнение. И Рошан поблизости. А как? Ну, все идеально. Как же все так? Здесь Ликвид. И Аэма убили. Пробежались. И еще двух героев забрали. И КБ на Юл подняли. Ремнант. А тут с другой стороны Шторма убивает, у которого не Таегиса. Кто первый умрет? Антимаг первый умирает. А Шторм при этом выживает. Ой-ой-ой-ой-ой. И еще и решил драться Микки, пока БКБ работает. Понимает, что Суприм ничего здесь не сделал бы. А как он выжил на Шторме вообще? Или что? Опа, антимаг. Есть финт грипп. Да, Бейн, конечно. Ну, вот просто, просто пятер. А как это? Ну, как это? Как в это играть? Так, Дорошана полторы минуты. Опа. Нашли Луну. БКБ успеет ли нажать? Вроде успевает. Да, успевает. Матумба. Неужели он не умрет? Он не умирает. Здесь антимага потеряли. В БКБ живет Матумба-мен. Я уже его хоронил, но, извините, мы и Мэйби с тобой вдвоем хоронили. Да, да. Когда Мэйби пятерых потом убивал. Матумба-мен. Неужели выживет? Под урной. Регенится, живет. Все еще живой. Сейчас еще... Ай, забирают все-таки Матумба-мена в конце. От урны догорел. Или от жучка, наверное, от урны. И, собственно, вы видели Матумбу, но вопрос, хватит ли демеджа. Матумба, Сатаник успеет ли нажать? Он успевает нажать, Сатаник. И отхиливается, хоть и не особо сильно, но главное, что он живет. Главное, что его не успели заверстить, и Матумба выжил. А Суприм классно влетел. Антимуак прыгает сейчас на Матумба. Матумба остался без поддержки тиммейтов. Умирает он, выкупается. Луна. Зай мало хп остается после Мортимаркиса с бокси. Дальше за Супримом. БКБ уже не имеется. Хочет не попасть на Ремнат, но тут в двух деревьях застрял. Но Зая добил при этом, получив очень много денег. Ну, сейчас точно Матумба должен идти. Сначала в БКБ это все улетает. Потом, о, бокси. Бетрайдер вытаскивает Луну. Там есть 30 секунд еще. Шторм в бэклайн прыгает Койква. Не будем забывать, у Койква есть агоним. У Мики. Дима. Ой, Койква за Ликвид, мой мальчик. Как же я скучаю. Ты просто соскучился очень сильно. Просто видишь Ликвид, видишь Шторма. Да, да, да. Конечно же Койква. Где сразу же Койква, ассоциация. Понимаю. Ну, в общем-то, команды пока расходятся. Никто не погиб. Прыгает Антимаг. А не нагловато ли Ника Бэйби прыгнул? Как же Виви расправляет ситуацию? Он, конечно, ценой своей жизни. Антимаг прыгает дальше на Инсейню. Инсейня успевает уйти после ультимативного Антимага в Гост Септер. Все еще живой Инсейня. Он же сейчас умрет просто на Эмме, да? Сайланс выдается. Печенье Ника Бэйби. И еще и в Инвизе Ника Бэйби после Глиммера был. Прибивают Луну. Пригвозили. Сатаник сейчас пройдет. Ника Бэйби прыгает. Ну, Ника Бэйби с баем, а Луна без. Главное, Ника Бэйби здесь не умирает. Больше сколько же Вивер делает? Шторм Спирит получает ультимативную от Ника Бэйби. И Луну могут убить. И без бая, и один, и второй. Луна, две минуты. Это то, о чем мы с тобой говорили. Если сейчас вдруг Альянс по окончании Эйгиса убивает Луну, она без байбэка на две минуты. Этот момент надо диагностировать. Будет Цеприму. В него врывается. Он пока ничего сделать не может. Вивер далеко от него. Вивер не может засейвить Бэтрайдера. Убивают его. И Вивера в это время тоже прикончили. Стоман в таверну. И Арамис туда же. Ну, там же, да. Две Т2 стояли. Так, куда ворвался Аэм? Аэма привязывают сразу же. Аэм теряет КП. Аэм нажимает на то, ставит еще сайленс на антимаге. Антимага забирают. Куда он прыгнул вообще? А как Вивер может успеть за ним? Так никак. А как за ним успеть? Тут сам, смотри, он сидит, смеется. Николай, ну что это вообще за шок-контент? Я извиняюсь, конечно. Но это что вообще за прыжок Веры был? Антимаг нажимает байбэк. А команда умирает. А что, ты в соло будешь дефать? Марс умирает без бая. Работает Линка, Лотус. Все, я думаю, Тумба Мэна есть. Линку сбивают. Воксин нападает в это время на Лелиса. Избивает его. Бэйн щекочет бэтрайдера, который кастанул Лассо. Микки все еще живой. Нажимает БКБ. Матумба Мэн с Эгисом. Тоже не забываем про этот момент. Антимаг, антимаг под контролем. Микки нет, у него ремнант не цепляет. Ника Бэйби. Ни Мортекса ничем не может зацепить. Матумба нажимает БКБ. Линку навесили. Это мега-крепы для Ликвид. Файт очень такой какой-то относительный был. Но свое Ликвид сделали. Они забрали третью сторону. Сделали мега-крепу. Привязали антимага. Бэйби убить. Прыгает сюда Шторм. Стягивает. Мало очень хп остается у Ника Бэйби. Сайленс висит на нем. Антон ставил нажимать Ника Бэйби. Еще один Сайленс. Еще дэмэдж. Еще раз в таверну. Это еще одно поражение Альянс под финал групповой стадии для них. Первый сезон. Мягко говоря, провально. От Кулгайз, наверное, мы не ожидали топ-результата. От Альянс, которые шафлили, с которыми хотели... Шарли, she go round and round in my head. Бэйби, we go round for round in my bed. She the one I think I found till I'm dead. I don't want nobody else in my head.